Всем привет! Сегодня я хочу сделать такой экспериментальный ролик. У меня есть где-то ролик, как хранить закваску, то есть я ее сушила. И вот там у меня комментарии, что у кого-то там ничего не получилось. И я решила попробовать оживить эту закваску и вам показать, как это нужно делать. Возможно, кто-то сделал что-то не так. Для этого нужно взять сухую закваску, я беру 10 грамм, добавляю 20 грамм воды. Это должно быть все комнатной температуры, да? Всегда комнатной температуры. Размешиваю и оставляю на ночь. То есть я ставлю на что-то тепленькое, и оно у меня всю ночь стоит. Утром я беру вот эту вот закваску. У меня было 28 грамм, ну там должно было 30, но, наверное, там 2 грамма на стенках этого высокого стакана осталось. В общем, 28 грамм у меня было закваски. Я взяла 14 грамм воды и 28 грамм муки. Размешала все это дело и переложила снова в этот же стаканчик. Я взяла специально такой высокий стаканчик, чтобы было хорошо видно, как же эта закваска будет себя вести. Как всегда, нужно одеть резиночку, чтобы было лучше потом видно, насколько закваска подошла или вообще не подошла. Накрываем неплотно эту вашу баночку и оставляем ее на какое-то время. Вот теперь у меня прошло еще какое-то время, да, 10 часов, по-моему. И вот смотрите, с закваской вообще ничего не произошло, то есть она как стояла, так и стояла. То есть я ее теперь опять вытащила, опять беру столько, сколько у меня там закваски, половину от веса закваски беру в воду и потом столько же, сколько весит закваска, беру муку. Муку я всегда беру пшеничную, у меня 405-я, добавляю в воду, снова замешиваю это все дело и потом укладываю. Сейчас я возьму баночку, потому что здесь уже, если подойдет, то из стакана закваска просто-напросто вылезет, там места не будет. В общем, я возьму баночку. Я понимаю, что сейчас найдутся такие скептики, скажут, вот, делать ей нечего, она вот это все замешивает и все такое. Но если можно просто взять обыкновенные дрожжи термофильные и на них печь хлеб, это проблем-то нету, да. Просто если люди, которые хотят иметь хлеб на закваске, вот это такой небольшой совет вам, как это сделать, если кому-то это вообще надо, да. Вот. В общем, надо опять снова, я взяла баночку небольшую, надела резиночку, снова неплотно закрыла, снова убрала и на 14 часов. Вот через 14 часов, смотрите, как она увеличилась. Сейчас как раз утро, 8 часов утра, и мне сейчас некогда, по идее, я могла бы уже на этой закваске что-то печь. Но я решила, что я только тесто буду после обеда делать. Мне сейчас некогда, нашла время, быстренько сейчас ее подкормлю и переложу в большую в литровую баночку эту закваску, а после обеда я уже сделаю тесто на хлеб. И кому интересно, я хотела бы на следующий ролик рассказать, как я, ну как, рассчитываю, сколько нужно закваски, сколько нужно воды, сколько нужно муки. То есть это не обязательно делать вот по рецепту, который вам написанный, там кто-то дает, да. Можно самим придумать рецепт. В общем, ссылку на этот ролик для расчета хлеба я оставлю под этим вот видео. Если кому-то надо, посмотрите. Только ссылку я оставлю завтра, потому что я завтра буду печь этот хлеб, да. В общем, как обычно, опять я заквашиваю, делаю закваску. Опять 100% закваски, 50% от веса закваски воды и 100% от веса закваски пшеничную муку. Замешиваю, перекладываю в баночку, надеваю резиночку. И я уже теперь знаю точно, что закваска очень хорошая и что хлебушек получится хороший. Потому что вот сейчас уже можно было бы печь хлебушек на предыдущие закваски. Но ее там, во-первых, этой закваски было мало. Мне бы не хватило на булку хлеба. Там было что-то 100 грамм или что-то так. А я хочу побольше сделать булку хлеба. Поэтому как раз я сейчас сделаю побольше закваски. У меня будет хорошая большая булка хлеба. Ну, как всегда, опять мы укладываем в баночку, чтобы крышечка была с дырочками. Баночку поставим в теплое место. Не на солнечные лучи ни в коем случае. На кухне у нас 24 градуса. Вот это все, что нужно так более-менее соблюдать, чтобы у вас хорошо подошла закваска. Если у кого-то это не получается, значит где-то была допущена ошибка, ребят. Нужно просто смотреть. Вот, теперь я хочу уже все приготовить для того, чтобы выпекать хлеб. Хлеб я хочу сделать следующий, другой. Я купила гречневую муку. Хочу немножко гречневой муки добавить. Вот после пяти часов, смотрите, как закваска подошла. Всем пока-пока. Ставьте лайки, если не жалко. Подписывайтесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok